МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудно в это поверить, но, кажется, лето все-таки услышало наши призывы и возвратилось в Могилев. Видимо, для того, чтобы вернуть все то тепло, что нам с вами задолжало. Здравствуйте! Это программа «Встретимся у звездочета». Никто не знает, как долго задержится комфортная погода в Могилеве, а потому предлагаем прямо сейчас выбираться из квартиры и офисов на прогулку. Нет такой возможности? Тогда присоединяйтесь к нам. Скучно точно не будет. Иногда, чтобы изменить мир вокруг себя, достаточно сделать всего один первый шаг, и дело заладится само собой. Так случилось в Могилевском частном секторе на улице Гребеневской. Там появился настоящий детский городок, а начиналось все с малого. Начали строиться, и у нас получилась одна большая дружная семья. Мы начали воплощать что-то в жизнь, поставили там столб, закопали колеса, посадили цветы. В прошлом году мы сделали немножко больше, а в этом году к огромной нашей, конечно, удовлетворению, по нашей просьбе, стали нам помогать наши депутаты. Вся инициатива, все вот это, что сделано, это все делалось руками самих жителей. От нас, как от нашей группы депутатов, потребовалась, скажем, небольшая помощь. Реальный пример, когда сами жители микрозоны не ходят, просят, дайте нам, а они попросили только помощи в каких-то организационных моментах. И вот это дало, как видите, какой замечательный отборик. В частном секторе, таких в Могилеве, я думаю, что у нас, наверное, нет. Сегодня здесь громкая музыка, спортивные игры, мороженое, анимация и, конечно, детский смех. А еще полтора года назад на этом месте был пустырь с высокой травой. Могилевские депутаты привезли грунт для футбольного поля, установили турники и качели, с современной спортивной площадкой помогли спонсоры. Но основную работу жители взяли на себя. Данная вертушка, она с помощью ступицы «Опеля» функционирует, поэтому все отлично. Домик из брусов, из поддонов, которые, в общем-то, привозили на строительство всем. Поэтому все, как говорится, своими руками. Самое главное, не лениться, наверное. Как-то собрались с родителями, проявили каждый свою, как говорится, инициативу. Кто-то что-то рисовал, кто-то что-то делал. Папа наш старались, домик какой-то создали, помощь нам здесь периодически поступала. После работы приходили, там, в выходные дни тоже. Где-то немножко свои дела, конечно, отлаживали, но потом, ну, как-то вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, понемножку, вот, старались, конечно. Ну, я думаю, детям очень нравится. На праздничное открытие новой площадки со всего района сюда пришли несколько десятков ребят разных возрастов. Как только символическая лента была перерезана, каждый нашел развлечение по вкусу. Расскажи, во что ты играешь? Мы ищем куколки Лоу. А что самое интересное на всей площадке? Что тебе больше всего понравилось? Мне нравятся тренажеры. Тренажеры ты уже попробовала? Станешь здоровее, да? Мороженое уже покушала? Да. А как площадка вообще вот такая? Хорошая, мне нравится. Что больше всего уже облюбовала? У меня вот эта вот. Такая развивающая штуковина? Да. Скажи, а вот вернешься сюда? Да. Ну как тебя зовут? Тимофей. Тимофей, как тебе здесь? Нормально. Круто? А что самое крутое на этой площадке? То, что тут можно съесться с друзьями. Что тебе больше всего понравилось? Ну больше шашки, потому что это моя любимая игра. Кто тебя научил? Ну это меня Олеся научила, моя сестра, она в деревне живет. Ну как здесь, круто? Очень. А что вот больше всего понравилось? Ну домик и футбольное поле. В финале праздника всех гостей городка ждал сладкий стол. А в качестве финального штриха к самой площадке добавили удобную скамейку. Хотя до конца работ еще далеко. Местные жители говорят, городок станет еще больше. Но нынешний результат уже себя оправдал. Конечно, зашкаливает эмоции, зашкаливает то, что у наших детей наконец-то появилось место, где они могут провести свой досуг, где мы можем провести время с детьми. Основной весь вклад сделали люди. И это самое главное, что есть на сегодняшний день, что они сами не стесняются, выходят, делают. И это просто замечательно. Смотри, сколько деток радуется сегодня празднику этому. Я жалуюсь, что моего даже сына здесь нету, чтобы он сегодня здесь погулял. Все делается для детей. И это здорово. Вы видите? Приятно слышать детские улыбки и ура. Приезжайте к нам. У нас самая классная площадка. Воспоминания детства. Они связаны с домом, в котором рос, со двором, где бегал с друзьями, с улицей, по которой ходил в школу. И кажется, все было словно вчера. И пусть уже нет старого дома и двора, а улица стала шире и суетливее, воспоминания детства остаются с тобой на всю жизнь. Это вельми важное место. Я тут народился и рос до пятого класса. Могилевский центр. Сердце города. Здесь особый дух. Здесь пересекаются прошлые и настоящие. Рядом со старыми домами появляется все больше современных многоэтажек. Но могилевский скульптор Андрей Воробьев помнит это могилевское местечко двухэтажное. Тут, в этом месте, стоял дом. Двухповерховый, нижний поверх. Каменный, а верхний у нас была квартира дравляная. Вельми холодно. Печку топили два раза в день. Ни яких сручностей. Прибиральность у 150 метров. Колонка с водой у 100 метров. И все же то было золотое время, когда Андрей открывал для себя мир. И мир этот казался огромным. С балкона их второго этажа, который выходил на улицу Лазаренко. Улица вельми изменилась. Новый мост, новый узровень. А было вельми интимно. Дом стоял на горе, а дорога была унизе. И вот эти уцелевшие домы так само были унизе. И створали такой неполторный настрой. Ах, эта гора! Сколько проблем зимой она создавала взрослым. Сколько радости приносила ребятни. Гуляли на Дубровенце, сборки пытались. А вот тут на санках, на кордонках. Просто так. Дом его детства по тем временам считался немаленьким. В нем было 15 квартир. Андрей уверен, к его созданию приложил руку талантливый архитектор. И было это давно. Бабуля рассказывала, что тут был цагельный завод для революции. Центр Могилева советской эпохи – место особое. Поход сюда всей семьей на выходные становился настоящим событием. Жители центра считали везунчиками. И, правда, все тут было побочи. Во-первых, школа, куда я пошел. Я марию пойти в эту школу. И так отримался, что она была с архитектурным остатским ухилом. В окон было бачено, как народ сбирается на демонстрацию на 1-майской. Старого дома больше нет. На его месте стоит многоэтажка. Но кое-что здесь по-прежнему напоминает Андрею о детстве. А вот этот дом, он тогда был здесь? Это был суседний дом. Тут был еще один дом, который спускался с горы. Там были майстерни мостаков. И вот это было такое дивное суседство. Время изменило облик Могилева. Что-то осталось, что-то ушло навсегда. А что-то вернулось. Как Могилевский замок работы Андрея Воробьева, который сегодня можно увидеть в парке Горького. Кстати, это место Андрей вспоминает с особой ностальгией. Человеческая память избирательна. Она часто блокирует плохие воспоминания и оставляет те, которые делают себя счастливым. Воспоминания о старом доме и уютном дворе из далекого отец. Администрация Ленинского района Могилева устроила настоящий челлендж по благоустройству. Он так и называется – «Чистый двор». Горожан приглашают принять участие в уборке у своих домов и офисов, запечатлеть процесс и выложить фото в Инстаграм с хэштегом «Двор убрал» и «Чистый двор». И самых активных жильцов вознаградят. Так могилевчан решили стимулировать в поддержании порядка. Сломанные качели, недотурники и скамейки, где элементарно не хватает досок для сидения. Двор по адресу Криулина, 10Б, вполне может претендовать на антиприз в рейтинге худших дворов города. Да и местные детвора этой детской площадки предпочитают другие. Дети играют вообще на этой площадке? В песочнице копаются немного, да и все. На качелях, судя по всему, уже никто не катается. А ведь двор – это так же молот, как и дом. Его сдали в 2005 году. Все это на балансе товарищества собственников. Но вряд ли тем же собственникам принадлежит искусная граффити на стенах или необычная конструкция качелей. Наверное, если бы жильцы предвидели, что станет с площадкой, систему видеонаблюдения установили из торца. В настоящий момент земли общего пользования переданы на обслуживание Куджио-Ленинского района в данном районе города. И само оборудование на баланс ни товариществом собственникам, ни эксплуатирующей организацией нам не передавалось. Данное оборудование, поломанное, подлежит демонтажам. Вопрос приобретения и установки нового оборудования в связи с отсутствием источника финансирования может быть приобретено жильцами. Вообще, администрации двух районов худшие дворовые территории, где обязательно необходим комплексный ремонт, уже определили. Четыре двора благоустроят до конца этого года. В список попали те дворы, где инициативные жильцы хотят помогать ЖЭУ. А вот жильцы по адресу Турова, 20, решили своими силами благоустроить двор. Собрали деньги, закупили детское оборудование и теперь идет его установка. Отличный пример того, как ценить то, что есть у тебя во дворе. Первые денежные средства жители новостройки собрали по весне, чтобы озеленить двор. Высадили туи, хосты и елку, чтобы украшать ее к Новому году. Вторым этапом стала детская площадка. Мы собрали около 3,5 тысяч рублей для приобретения оборудования. Мы купили горку, турники, учли все интересы. Подключились жители домов не только нашего, но и 16-го дома, 18-го дома. Ну и приобрели оборудование. Обратились в ЖЭУ за помощью для установки, они к нам не отказали. Похоже, теперь это будет одна из самых популярных дворовых площадок на Восьмом. Между тем, активные горожане останавливаться не собираются. В планах оборудование для детей разного возраста. В таких делах должен быть инициатор. У нас были инициаторы, все мы дружные и шли уверенно к цели. И мы к ней пришли. Хотелось бы, конечно, чтобы все, что мы таким трудом достигли, конечно же, сохранили и приумножали. И таких дворов, где по инициативе жильцов площадка похорошела, только в девятом ЖЭУ уже три. На Турово-6 тоже стоит новенький детский комплекс. Правда, о порядке здесь не всегда заботятся. О культуре жильцов часто говорят их дворы. На детской площадке, где дети должны играть в чистоте, полно мусора, мы ставим жирный минус двору по адресу Турово-6. По нашим подсчетам, на одного дворника в этом микрорайоне приходится около шести дворовых территорий. Если все они будут выглядеть так же, когда закончится день работника ЖЭУ. Если в десятки метров от дома контейнерная площадка, почему бы не донести сюда строительный мусор? Все-таки порядок нужно начинать с себя. А у кого в квартире или в доме чистота и уют, и во дворе будет аналогичный марафет. Ностальгия не только тоска по родине, дому, но и по ушедшим временам. Посмотрите, так выглядели огни из Днепровья в 1972 году. Их сфотографировал могилевчанин Григорий Тонтик. Каким был Могилев во второй половине 20 века, и мгновение жизни его жителей можно увидеть на выставке в выставочном зале Музея истории Могилева. Наш 20 век, так назвали могилевские фотохудожники, свою выставку-ностальгию. Мгновения прошлого века и ушедшие натуры оживают в этих черно-белых снимках. Все, что есть на выставке, это около сотни работ 25 художников. Это исключительно ручная работа. Ведь это сегодня почти каждый может нажать кнопку на смартфоне и получить изображение. Иногда и очень неплохое, и интересное. А тогда был нужен не только фотоаппарат, не только желание и умение, но и куча хлопот. Пленка, проявитель, закрепитель и так далее и тому подобное, что уже давно забылось за стремительным шествием прогресса. А эти снимки кажутся зеркалом другой жизни. Что же там отражается? В первую очередь это человечность и душевность. То есть вот это вот такой вроде бы и торопливый, но с другой стороны неторопливый взгляд на окружающую жизнь. Попытка туда погрузиться, посмотреть, кто рядом, что рядом, какие вещи, подумать о них. И вот это вот воплощенное в материальный снимок, оно дает представление о веке 20-м. Ну, в данном случае о второй половине 20-го века. И я думаю, что это тоже должно быть интересно. Самое старое фото 1965 года. Самое свежее, если можно так сказать, уже на рубеже 20-го и 21-го веков. Это память о прошлом, которую мы можем сохранить благодаря фотохудожникам, их вдохновению. Вот этот так называемый творческий тонус, когда хочется, когда жажда есть. Вот эта жажда и гонит нас куда-нибудь или на пейзаж, или на городской пейзаж, или какие-то зарисовки с участием людей. Ну и из массы отснятого материала что-то самое-самое удачное печатается. В лицах людей энергетика того времени. Есть узнаваемая могилевской публикой снимки. Вот праздник Анатолия Толкачева «Советская жизнь образца 1978 года». А вот веселые продавцы петухов – Геннадия Корчевского. Это все красиво и интересно, но могилевчане, люди оптимистического склада, совсем не сокрушаются. Что старые времена ушли. Они вспоминают их, но живут настоящим и строят планы на будущее. Так и фотохудожники думают, что новая технологичная эра не мешает творчеству. Почему? Можно и на телефон снять художественные снимки. Технологии, они не сужают наши возможности, а наоборот расширяют. Старое не вернешь, и это неизбежно. Зато впереди все новое. И, возможно, фото-выставка под девизом «Мой 21 век» уже не за горами. Любители хорошей книги среди могилевчан – каждый третий. Чтобы принять участие в акции «Вкусное чтение», которая до конца лета проходит в Центральной городской библиотеке, достаточно просто внимательно читать. В французской кухне лучший цвет. Из Страсбурга пирог нетленный, между сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Ну, в общем, такая вот вкусная цитата. Если вы хотите утолить жажду знаний, пробовать на вкус книжные корешки не обязательно, даже если у вас от такого чтения разыгрался аппетит. Читательский вкус разнообразен. Кто-то из читателей изучает исторические факты, кто-то следит за сюжетной линией, кто-то обращает внимание на вкусные цитаты. Именно их и нужно выписывать и присылать на электронный ящик библиотеки имени Карла Маркса. Онлайн-акция, которая проходит у нас с начала лета до конца, получается, лета до 31 августа. От классики до современной литературы тема лакомств, пиршества и ланчей раскрыта широко. При этом блюда современной кухни не слишком отличаются от блюд двухвековой давности. Можно найти на полках и книги, полностью посвященные вкусной и здоровой пище. На 13-й странице берем нежирную говядину, белый хлеб, лук, соль и черный перец. Собственно, все вполне обычно. Вот такой это рецепт котлет. А могилевчанка Алла Константиновна в библиотеку приходит за книгами фантаста Джеймса Роллинса. Но не отказалась бы найти и рецепт приготовления рыбы в пугу. Гастрономических изысков на страницах книг много. Когда читаешь, особенно, дамские романчики или какие-то романы, там постоянно об этом. И хотя в библиотеку с пирожками зайти не получится, зато можно унести много вкусного, по крайней мере, в собственном воображении. Классика для садкоежек – книжный фуршет и развлекательный коктейль. Акция продлится до конца лета. С каждым годом талантливых могилевчан все больше и больше. И это видно по городским концертам. Яркие песни, интересные номера, но иногда музыкальные композиции превращаются в настоящие социальные проекты. Концерты, выступления, конкурсы – такая жизнь у юной могилевчанки Юлии Скоблик. В ее послужном списке большое количество наград, но в первую очередь она подросток, который ищет себя, свое место в этом мире. И об этом Юлия поет в своих песнях. Песню «Я такая» написали специально для Юли. Она о том, что молодой человек может быть таким, каким захочет сам. А какой хочет быть сама Юля? Он такой веселый, который всех понимает, который всех поддерживает, который хорошо общается со своими родителями, потому что это те люди, которые в первую очередь тебя поддерживают, которые будут всегда тебе помогать, будут всегда тебя утешать, всегда тебя поддерживать, всегда делать то, что тебе нравится, и будут всегда нацеливать тебя на твой путь. Из песни «Я такая» вырос целый проект «Право быть такой». Сейчас очень такой сложный у нас возраст, и родители не всегда нас понимают, и мы не всегда их понимаем. Получается, нужно прислушаться друг к другу, и вообще этот проект несет вот такой вот посыл, прислушиваться друг к другу, радовать друг друга. Баннеры с Юлей в разных образах висят по всему городу. Не каждый человек добивается такого, тем более в 13 лет. Каково это видеть свою фотографию на билбордах? Ну это круто, что сказать. Может быть какая-то была реакция? Присылают фотографии, там селфи вместе с тобой, друзья, знакомые, или может быть в интернете там у кого-то видишь? Да, когда я вижу фотографии, я такая, ой, как классно вообще, очень это мило, мне очень нравится. Мне очень приятно получать такие фотографии, смотреть, я их обязательно лайкаю и пересылаю себе. Ближайшие планы Юлии Скоблик – покорять все новые вершины. Билборды когда-нибудь снимут, но Юля знает, право быть такой, какой она захочет у нее не отнять никому. Говорят, что стоит лишь последовать за своим вдохновением, и вселенная откроет двери там, где раньше были стены. Но выйти из зоны комфорта не так-то просто. Поэтесса Антонина Астасевич смогла, ведь вдохновением для нее стал целый город – город Могилев. Первый раз мы приехали в разведку в город в апреле месяце. У нас в Гродно уже была такая весна красивая, а у вас еще была зима. Сразу ощущения были такие, ну, непонятные. Нравится или не нравится. И вот буквально вот как я, наверное, в течение полугода стала выезжать, ну, вот чаще бывать в Могилеве, на разных улицах с детьми начали мы здесь ездить. И вот получилось так, что мне он все больше и больше нравится. Сменить запад на восток семья Астасевич решила год назад. Пять сотен километров от родного Гродно – все для того, чтобы кардинально изменить жизнь и найти свое место здесь, в Могилеве. Полюбились его улицы и не только. И люди, ну, не знаю, может быть, не везет с людьми, но люди, которые встречаются мне, они вообще чудесные. Такие открытые, отзывчивые, готовые всегда помочь, готовые поддержать. Это здорово. В город М Тоня приехала не с пустыми руками, а с блокнотом собственных стихов. Она пишет недавно, и ярких строк становится все больше. Виной тому город. Меня вдохновляет просто сама жизнь, каждый день. Люди, дети, новые знакомства. Бывают вот эмоции какие-то придут, и выразить словами я их не могу. И на бумаге получается. Могилев, чудесен ты, я влюбляюсь в твои улицы. Ты стал больше, чем просто город. Для души ты моей очень дорог. Вот, буквально недавно прогуливаясь возле фонтанов. Могилеву она посвящает стихи. Здесь же решила провести свой первый поэтический вечер. Возможно, именно город на Днепре первым увидит сборник стихов поэтессы Антонины Стасевич. У меня еще не было таких мыслей до недавнего момента издать сборник. Я не видела в этом смысла, потому что я не представляла, кому он может быть нужен. Вот как-то так. И вот недавно написала стихотворение, и оно получило такую огромную обратную связь, которая меня, наверное, вдохновила на то, чтобы провести вечер. И появилось столько людей, поддерживающих меня. И после этого мне даже пошли звонки, что ты должна издать этот сборник. А пока главный поклонник творчества молодой поэтессы – восьмилетний Станислав. Мамино творчество разделяет и знает наизусть. Нужно на время планшет отложить, компьютер выключить, фон отключить. Ими милыми детками просто сядь и поговорить. Я написала стихотворение мамы, и после того, когда его люди услышали, оно людям понравилось, и как-то у меня так смелость появилась писать, что я для себя сделала вывод, что можно через стихотворение, через вот эти вот слова что-то до людей донести. Не давая советов, не обучая, не поучая, а просто через стихотворение что-то сказать людям. Философия стихов, теперь уже могилевские поэтессы, проста. Нужно говорить, быть смелыми, вдохновляться родиной и любить мир. Любить мир – это просто радоваться каждому мгновению. Вообще каждому, что бы ни происходило. Как будто с жаждой ждешь рассвет. Опять скучаешь, опять паришь. И эти чувства не запретишь. Они толкают тебя вперед. И ты с доверием впускаешься в ход, открывая в жизнь новый горизонт. В обычном спальном районе Могилева живет человек с необычным хобби. Януш Романенко собирает игрушки. Его коллекция насчитывает более 15 тысяч экземпляров. Все они поместились в трехкомнатной панельке. А бывший педагог, отец четырех детей и восьми внуков, находит время в них играть. Я ребенок, большой ребенок. Я обожаю маленькие игрушечки собирать, машиночки, разные штучки такие. Хобби Януша более 15 лет. А началось все случайно. Женщина принесла маленькую игрушку где-то с сорокового года. Это была матрешка. Матрешка сделана вручную солдатом. Вот. Период Отечественной войны. Вот. Я ее берегу. Почему? Потому что в ней вложена душа. Вложена душа этого человека. И не только душа человека. Эпохи и даже страны. В каждой игрушечке есть история. Особенно история бывшего Советского Союза. И знаете, когда история патриотизма начинает изучать ребенок, оно останется и в отношении своей страны. Это очень важно. Не просто коллекционировать, но и жить этой жизнью. И включать свое хобби в процесс образования. Это был великий воин, который оставил именно справедливость. Справедливость за свой народ. Вот. Боевых солдатиков им более 30 лет. В коллекции Януша много. Полторы тысячи. Было больше. Было больше. Но они не совпадали в мою коллекцию. Каждый день она пополняется новыми экземплярами. Ведь о необычном хобби знают коллеги, друзья и даже соседи. Узнали дворники, которые знают. Они, бывает, находят во время работы, находят и приносят мне. Одной боевой армии коллекция Януша не ограничивается. Современные герои Марвела и союз мультфильма тоже есть. Человек-паук. Потом Илья Муравец. И хотя могилевский коллекционер не делит прототипы экспонатов на тех, кто реально существовал, а кто герой легенды сказок, но все-таки ценит реальные силы. У нас есть такие же герои, хотя они не умеют летать, но у них много силы. Поэтому Януш и сам предпочитает делать, развиваться и двигаться вперед любыми способами. Я сейчас учусь в автошколе. Надеюсь, все будет хорошо у меня. Поэтому в коллекции появились и машинки. Это уже моего детства. Я где-то лет 45, наверное, или 40 вот этой машиночки. Это мне, я помню, папа купил, потому что игрушки – это была редкость. Сейчас у детей совсем другие игрушки. И хоть младший сын Ефрем папина хобби одобряет у самого другие занятия. Компьютеры? Я вот там мастер. Многодетный отец и автор необычной коллекции всерьез задумывается показать коллекцию городу. И сейчас работает над изготовлением стеллажей и поиском места для экспозиции. Осталась всего неделя, и мы распрощаемся с летом. Но это не причина, чтобы грустить, а повод, чтобы вспоминать яркие моменты и создавать новые. И главное – успеть запечатлеть все это на снимке. На очереди рубрика «Инстамогилев» и красивые моменты недели. Летние рассветы – как отдельный вид искусства. У вас еще есть время закутаться в плед и встретить утро в теплой дружеской компании. Только не упустите момент. Зимой будет что вспомнить. Водяной дом дождливого августа. Тишь, гладь, печерская лесная благодать. Август, август, я сентябрь, как полет. Сентябрь – полет нормальный, поэтому не спеши. Огни ночного города. Каждый вечер они разные, и все зависит от нас. Плюс летнего дождя в том, что он летний. А это возможность не брать зонт, насладиться моментом, как в детстве, и заодно сделать парочку необычных фото. Наслаждаемся цветами уходящего лета. Начинали рубрику с рассвета, поэтому закончим чем? Правильно – августовскими закатами. Даже дети знают в этом толк. С приближением осени гулять по родному городу становится приятнее вдвойне. А все потому, что так финишные краски лета становятся гораздо более ценными. Программа «Встретимся у звездочета» сохраняет август не только в памяти, но и в кадре. А значит, лета нам с вами хватит надолго. На сегодня все. Встречаемся ровно через неделю у «Звездочета» на Беларусь-4 Могилев. Редактор субтитров А.Семкин